Привет! Я часто пропускаю какие-то продукты, хотя стараюсь мониторить их на различных новостных платформах. На этот раз послушаем такого старца, которому больше шести месяцев, но тем не менее он говорит нам, что можно сделать мастеринг одним плагином. Это любопытно. Да, на самом деле так можно делать, только если микс хорошо сведен. Если, конечно, микс рассыпается слегка, либо есть какие-то проблемы, тогда либо возвращаться в проект микширования и там редактировать, либо, как вариант, использовать другие продукты других разработчиков, чтобы закрыть те дыры, которые не закрывает этот плагин. Но тем не менее он нам дает вот такой модуль. Сейчас его детально рассмотрим. Я даже подготовил какие-то там ручки и тесты. Вы увидите, что в целом можно сделать с этим 175-долларовым плагином. Сделаю сразу заметку. Мастер-план — это продукт двух людей, номинированного на Грэмми продюсера и инженера Стэна Грина и композитора-разработчика плагинов Сэма Фишмана. Первый успел поработать с Рианой над одним из треков и множество различных там исполнителей у него в портфолио есть. Другой — это разработчик программного обеспечения, чье портфолио охватывает аудио ДСП, веб-разработку и встроенные системы. В общем, появился такой продукт. Этот лимитер, даже не лимитер, это такая система для массинга, как они ее с собой позиционируют, получила вот здесь, можно видеть, весьма лесные отзывы от весьма уважаемых интернет-ресурсов и оффлайн-ресурсов. Помимо всего этого, есть тесты. Сразу, когда будете послушивать до-после, очень обманчивая такая штука, они нам предлагают послушать до, очень тихий материал, и после очень громкий. Но чтобы услышать разницу, нужно послушать до, затем снизить громкость и послушать после, чтобы почувствовать хоть какую-то разницу. Ну, в общем, с этим нужно как-то возиться. Не очень удобно, непонятно. Ясно, что треки стали громче. Здесь одной ручкой можно сделать все громко. Еще такой момент меня здесь порадовал, что здесь он превосходит вот в этом комментарии, и это очень громкий комментарий, что он обходит Smart Limiter, Fast Limiter, Slate Digital, Limiter от Master The Mix. И вот если это действительно так, то большая дань и уважение этим разработчикам. Они позарились на святое. Переходим в проект, и сразу же наглядно буду показывать, что происходит, и разбирать каждую ручку. Возможно, это кому-то будет интересно. Есть у нас черный скин, а есть белый. Кому какой нравится, пусть будет белый, не буду уже переключаться. Интерфейс довольно простой. Самое простое, на что следует обратить внимание, и что не следует разжевать или читать, мануал. Кстати, читайте мануал. У них есть на официальном сайте. Там можно найти разбор каждой ручки, поскольку я сейчас не все буду затрагивать. Функций действительно достаточно, чтобы зануриться внутрь. По самому простому. У нас есть секция входящего-выходящего сигнала. На выходящей сразу стоит почему-то автоматически минус 0,1 дБ. У нас есть снизу, показывает различные значения трека. Почему они прыгают, если я ничего не делаю, это непонятно. Раздел пресетов. Есть пресеты. Удивительно, но они есть. Размер, я так понял, окна. Сделаем его побольше. Но так, чтобы он не мешал нашему плагин-доктору. Здесь есть раздел мониторинга. Очень любопытная вещь. Какой-то динамик, монодинамик. Возможно, стерео. Телефон и N10. На самом деле, это мониторы Yamaha N10. Но насколько точно они передают звук этих динамиков студийных, остается под вопросом. Но, по крайней мере, на частотной характеристике это все будет отображаться. Возможно, они как-то это все сняли. Ну, а теперь самое интересное. Включаем плагин. И что видим с частотными характеристиками? Они сразу нам типа аналоговые срезы делают. И почему-то просадочка есть. Небольшая, на 1 дБ, в районе 200 Гц. Вот мы и включили. Сейчас плагин. Он нам частично уже что-то посрезал зачем-то. Кстати, срезав частично на минус 1 низкие частоты, соответственно, мы можем где-то на 0,5-0,8 дБ при мастеринге поднять общую громкость. Как бы он предварительно освобождает нам место, чтобы мы трек зажали еще сильнее. Теперь считаю, что они нам по каждой ручке. Приблизительно. Не все. Я не все не буду выписывать, чтобы не тратить время. Значит, ручка loud. Самая основная, самая большая. Специальная схема лимитера клипера, предназначенная для максимизации громкости при сохранении четкости. Нажмите на ярлык громко, чтобы обойти этот контроль. Что мы можем нажать? Ага. Понятно. Если мы что-то обходим. Вот мы приподнимем. Оу. Какая красота. В общем, оно нам даже немножко переворачивает. Почему такой разворот на 100 Гц? Ну, прям трек ясно, что они нам серединку подавляют. Возможно, в каких-то танцевальных стилях. Это и будет полезно. Следующие ручки. Не буду о них разговаривать ничего. Это нижняя частота и верхняя частота. И, соответственно, если мы высокие поднимаем, у нас почему-то вот так вот волна меняется. На 8 дБ. Ну, и срезается плавным срезом. Когда мы повышаем низкие частоты. Чем-то, кстати, похоже на этот пульт тег. Или как-то, если я неправильно. Вот низкие частоты точно так же добавляются. Вот так вот мы задираем. И ровно так же опускаем. White. Вот эта клавиша. Вот она у нас здесь находится. Что происходит? С частотами ничего не происходит. Гармониками. Ну, будем считать, что ничего не происходит. Фазово. Когерентная глубина стерео. Нажмите на ярлык White, чтобы обойти этот элемент управления. То есть мы можем ее отключить просто, правильно? Мы так можем каждую клавишу подключать и ничего не выносить. Таким образом. Вот здесь отключили и все. И у нас эта ручка глубины. Она у нас и не будет, во-первых, не будет работать. А во-вторых, не будет нам вот этот срез сделать. Якобы железный. Так, нижняя панель. Чик. Точная настройка насыщенности в аналоговом стиле. Когда включено, используйте ползунок для управления дополнительной насыщенностью. А какой ползунок мы можем использовать? Значит, вероятно, когда мы вот это включаем. А, у нас есть вот дополнительная насыщенность. И здесь. А здесь. Ага. Вот у нас слегка добавляются гармоники в серединке и высокой серединке. Вот в этой области частот. Режим кленк. Удалите грязь на низинах. Если этот параметр включен, используйте его ползунок, чтобы увеличить эффект. Значит, мы можем что-то почистить. Вот мы отключаем. Включаем. Где наши низины? Вот наши низины на 200 Гц. Почему такой большой акцент? Ну, вероятно, они понимают, что какая-то мутность миксов, не обязательно танцевальных, присутствует в этой частотной области. И таким образом, ну, типа, меньше мути, больше чистоты. Аккуратно, слегка, приручите динамику и добавьте тонкий клей под звук вашего микс. В общем, вот этот смуф. Смуф. Ползунка нет. Видимо, это какая-то... Ага, у нас вот как все сжимается. Это такая, возможно, параллельная компрессия. Чем-то может быть. Сейчас послушаем. Может, напоминает нам параллельную компрессию в Айзотоп 10 или 11 уже. В 11-м. На максимайзере там есть. Мульти. Угу. То, что находится левее от смута. Серьезный, серьезный мультипрессор. Когда эта функция включена, используйте клавиши L, M и ползунки H для управления степенью снижения усиления в низкие, средние и высокие частоты вашего микса. Если мы сюда нажимаем, где у нас? Вот. Низкие частоты. Чего, ничего не меняется? Ничего не меняется. Вот так вот. Можно так что-то поменять? И так ничего не меняется. Сейчас будем это все слушать. Ага. Ага. Хорошо. Сейчас будем все это слушать. Колму. Где у нас колму? Нашел. Укротите резкое нарастание высоких частот, которое имеет тенденка... В общем, срез высоких частот. Раз. Два. Все. А, стоп, у нас есть вот. Еще можно усилить. Непонятно зачем. Видимо, какие-то тоже пародия на аналоговое железо. Но я что думаю, что если у нас комментируют очень серьезные журналы и оставляют позитивные отзывы, если, конечно, это не за деньги, то... Молодцы. Значит, оно заслуживает внимания. Две последних ручки не буду мучить, потому что что-то затянулась вот эта инструкция. Практически все рассмотрели. Не знаю нахрена. Тейп. Настоящее аналоговое свечение ленты. Где наш тейп? Раз. Понятно. Не засрезали. Очень похоже на ленту, хотя при виниловом мастеринге... Точнее, при мастеринге для винила тоже нужен такой низкочастотный срез. Ну и ключевая особенность, на что я обратил внимание, когда изучал этот плагин. И, пожалуй, это фишка, основная фишка этого плагина. Хотя это есть и в других продуктах. Клавиша Unity. Она находится у нас возле байпаса. Она компенсирует увеличение объема обработки. В общем, в чем прикол? Когда включается клавиша Unity, то, увеличивая громкость, мы не слышим увеличения громкости. Мы слышим искажения, которые вносит лимитер при добавлении громкости. То есть, это компенсация всех изменений. Вроде все. Ну, и там же также, включая Unity, есть возможность послушать, какие высокие частоты добавляются. В общем, это все очень любопытно. Давайте послушаем. Я прям не буду выключать плагин Доктор. Пусть он нам нагружает систему. Если сейчас никаких лагов не будет, то честь ему и хвала. Отключаем здесь все. Включаем Unity. Ничего не поменялось? Ничего. Вот, мы добавляем, оно компенсирует. Ладно. Как-то визуально, возможно, будет плохо видно. А так вот оно добавляет. Хорошо. Какой-то трек у нас есть. Поехали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Но при самом звучании я больших разниц не ощущаю. То есть они очень, очень сливочные. Также низкие частоты очень сливочные. Добавляют, конечно, панча. О, можно так отключить. Этот стерео также слишком мягко работает. Нет у него такого большого расширения с учетом каких-то фазовых проблем. Он просто его делает... Да приятно он звучит. Он расширяет слишком легко. А вообще можно сказать так, что вот этот плагин работает очень мягко. Клавиша искажений, дополнительная сатурация. Ну, возможно, оно где-то там и слушается. Минимальные значения. Клин. Ну, если вот на максимум это минус 3 дБ. Оно нам говорит, что минус 3. Ну, ясно, что при увеличении это значение будет гораздо больше. Вот если взять на минимуме, это минус 3. Я вам скажу так, что не каждый на разной акустике вообще заметит, если там разница в этом срезе минимальна. У меня стоит вопрос. На основе чего оно нам предлагает вот такой срез? Вот если кто-то об этом знает, подскажите. Почему такой и почему вот такой? Тейп. Нужно сразу понять, что тейп, видимо, имеется в виду... Ну, либо тейп кассетный, либо виниловый. Поскольку там тоже есть срез такой. И есть срез вот приблизительно вот такой. И его можно увеличить, можно уменьшить 100%. А, больше тепла, 100% тепла и 100% присутствия. Ну, да-да. Короче, меня вот это порадовала вещица. Какой-то динамик. Я так понял, что какой-то настольный динамик маленький. Телефон. Телефон, кстати, странно, почему так сейчас, по-моему, уже... Да, может, тут не цепляет. Ладно, может, цепляет. NS10. Вот здесь у меня вопрос. Неужели это такая отвратительная частотная характеристика в NS10? Может, я, правда, просто давно смотрел, какая у них характеристика частотная. Но мне всегда казалось, что они звучат, ну, получше, чем здесь прорисованы. Общие выводы такие. Мягкий, очень аккуратный мастеринг-плагин, который позволит... Так, у меня детские игрушки в руках. Который позволит сделать микс шире. Позволит какое-то насыщение дополнительное добавить. Вот эта клавиша Unity потрясающая. Можно послушать, какие изменения происходят. Дополнительный мониторинг. Очень большой плюс. Особенно в лимитере часто не хватает. Приходится какие-то продукты сторонних производителей брать. В принципе, ну, рабочий инструмент. Я не скажу так, чтобы просто взять и поиграться. Для определенных стилей... Для... Ну, вот... Не знаю. Возможно, какой-то попсы. Но это явно не электронщина. Вот в следующем или перед этим был видео. Там прям лимитер электронщина. Звучит он хорошо. Никаких дополнительных искажений не вносит. Конечно, если там на плюс 24 не ставится. Вот это, конечно, зверек. Которого нужно укращать. Ну, а во всем остальном, по-моему, хорошая замена какому-нибудь простому лимитеру. Используйте. Пишите свои комментарии в описании к этому видео. Подписывайтесь на канал. Будем с вами на связи.